Осиротевшая во время войны воспитанница детского дома Сима попадает в запутанную историю. Так начинается новая волшебная сказка. На самом деле вымысел это лишь наполовину. Используя такую аллегорию, режиссер рассказывает детям о преподобном Серафиме Саровском, который поможет девочке в трудную минуту. Как говорят создатели мультфильма, духом преподобного особенно они прониклись в Дивеевском монастыре, где находится мощь святого, и куда каждый год приезжают паломники не только со всей России, но и со всего православного мира. Мы приехали, приехали из-за того, чтобы молиться, попросить у Серафима Саровского помощи, о спасении. И когда видишь столько народу, я так думаю, что Серафим Саровский обязательно услышит такой возглас молебный к нему. И всегда нам поможет. Радость и счастье, оно все равно одно на душе. Каждый год приходишь на этот праздник и всегда ощущаешь это счастье, это радость. Просто слов нет. Такая радость. Над организацией празднования 112-й годовщины обретения мощи преподобного Серафима Саровского уже сейчас работает оргкомитет. Сейчас для нас, конечно, очень важно, кроме того, что есть у нас, то есть мы можем в течение двух-трех часов найти святые места побывать, создать условия, чтобы люди со всего мира приезжающие не знали никаких трудностей, проблем. Потому что некоторые, я вот с ними встречался, они даже отпуска свои планируют из Англии, из Канады, чтобы побывать в святых местах, связанных с батюшкой Серафимом. Ожидается, что в этом году торжества посетит и патриарх Московский, и всея Руси Кирилл. Глава РПЦ отмечает, Нижегородская область на особом счету и занимает особое место в восстановлении духовного наследия России. После Москвы и Санкт-Петербурга в Нижегородской области наибольшее число действующих храмов. При вашей поддержке каждый год мы имеем возможность торжественно провозить подослужения с присутствием большого количества паломников. 1 августа в Дивеево устраивается замечательный палаточный лагерь. Даже ваше ноу-хау было востребовано, и в этот раз, когда праздновали 703-е со дня рождения преподобного Сергия, в Сергии он посадил, совершенно верно. И ваш пример сыграл очень важную роль в организации такого лагеря для паломников. Патриарх Кирилл подчеркивает и традиционно высокий уровень организации торжеств в честь Серафима Саровского и Макария Желтоводского. В этом году палаточный лагерь готовится принять более 5000 паломников. В прошлом году было 3500. Связано это с особой миссией главы РПЦ. У нас осуществляется большая программа Сергия Сослобода. И святейший патриарх возглавит торжества связан с именем преподобного Сергия. 650 лет в этом году со дня посещения им Нижнего Новгорода. У нас есть святые места, связанные с именем преподобного Сергия. Это Троицкий храм в Сорумском районе поселка Копасово, который сейчас активно восстанавливается. Это установка памятника преподобного Сергия в Нижнем Новгороде. Несомненно, жемчужиной является Сергийская Сослобода в городе Бор. Главные торжества традиционно начинаются 1 августа в Дивееве. 7 августа вспоминают Макария Желтоводского. А в сентябре уже в Нижнем Новгороде пройдут службы, посвященные Сергию Радонежскому. Анастасия Рябова, Максим Веселов, Объективно, ННТВ.